Радио, live transmission Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Rock Encyclopedia от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Joy Division. Образовавшаяся в самый разгар панковского движения, эта команда стала первым коллективом, променявшим гнев и агрессию на депрессивную меланхолию. И хотя поначалу Joy Division придерживались грубого гитарного саунда, в дальнейшем у них в ход пошли синтезаторы, что вкупе с цепляющими мелодиями и своеобразными грустными и болезненными текстами Кертиса сделало группу пионерам постпанка и готик-рока. А все началось с манчестерского концерта Sex Pistols, который посетили два местных парня, Бернард Самнер и Питер Хук. Выступление столичных панков произвело на них большое впечатление и послужило поводом для создания собственной команды. С помощью объявления, размещенного в музыкальном магазине Virgin Records, Самнер и Хук нашли вокалиста Иена Кертиса, а вот с ударником дело обстояло посложнее. За установкой успели посидеть три человека – Терри Мэйсон, Тони Табак и Стив Бразидейл, прежде чем барабаны перешли к Стивену Моррису, положившему конец кадровым перестановкам. В оригинале проект получил название Warsaw по песне Дэвида Боуя, но спустя несколько месяцев, чтобы не вступать в конфликт с уже существующей панк-бандой Warsaw Pact, коллектив сменил вывеску на Joy Division. После серии концертов на севере Англии к творчеству группы проявили интерес такие личности, как манчестерский клубный деятель Роб Греттон, журналист Тони Уилсон и представитель RCA Nodes West Дерек Брэндвуд. Первый из них стал менеджером Joy Division, второй протащил их на телевидение, а третий организовал сессии планируемого дебютного альбома. Впрочем, поскольку уже тогда музыкантам пытались навязать ту самую синтезаторную добавку, результат студийной работы их не устроил и парни попросили расторгнуть сделку. В итоге материал, заброшенный на полку, стал впоследствии добычей бутлегеров, выпустивших его под названием Vosso. Первым же официальным релизом группы был EP An Ideal for Living с ранними демозаписями, изданный в 1978 на собственном лейбле группы Enigma. Осенью того же года квартет оказался под крышей свежеиспеченной фирмы Тони Уилсона Factory Records и записал пару треков для сборника A Factory Sample. Вскоре начали циркулировать слухи о переходе коллектива к мажорам, однако они оказались беспочвенными. В декабре Joy Division отыграли свой первый лондонский концерт, прошедший, правда, при плачевных обстоятельствах. Хотя билеты стоили всего 60 пенсов, народу собралось только 30 человек. Провал компенсировался тем, что в январе фото Кертиса попало на обложку New Musical Express, однако та маленькая победа сменилась трагедией – у Йена обнаружилась эпилепсия. Приступы могли происходить прямо на сцене, и болезнь, несмотря на лечение, прогрессировала. Тем не менее, к июню 1979-го у Joy Division был готов дебютный лонгплей. И хотя изначально команда старалась придерживаться сырого концертного звучания, продюсер Мартин Ханнет с помощью нетрадиционных студийных трюков снял лишний абразив и сделал продукт, ставший классикой постпанка. Критики называли «Unknown Pleasure» с миксом из «Гэри Глиттера» и «Велвет Андеграунд» или «Сплавом Зе Дос» эпохи «Стрэндж Дэйс» с немецким экспериментализмом типа «Кэн». Но в любом случае, альбом получил хорошие обзоры в прессе, а также долгое время провисел в инди-чартах и продавался весьма неплохо. За полнометражкой последовали сингл «Трансмишн» и второе появление группы на «Гранада ТВ». В июле команда успешно выступила на манчестерском фестивале «Stuff the Superstars», а в августе отыграла серию лондонских концертов, собирая на свои шоу до 1200 человек. Осенью Joy Division предстали перед зрителями национального канала BBC Two со своими композициями «Трансмишн» и «She Lost Control», после чего прокатились по Англии в компании с Bass Cox. Начало 1980 года группа отметила визитом в континентальную Европу, а в марте записала второй альбом. На клоуза роль синтезаторов заметно выросла, но песни по-прежнему оставались мрачными и притягательно-депрессивными. И хотя работа вызвала восторженные отклики еще до официального релиза, состояние здоровья Иена не предвещало ничего хорошего. Кертису становилось все труднее справляться со своей болезнью, и он поглощал таблетки в огромных количествах. В конце концов ситуация вышла из-под контроля, и незадолго до объявленного американского турне вокалист окончил жизнь самоубийством. В октябре 1981-го был издан двойной альбом «Стил», куда вошел ранее нереализованный студийный и концертный материал. Между тем коллеги Кертиса посчитали неуместным использовать далее название Joy Division и образовали новый проект – New Order. Кстати, самое первое название группы было «Стив Киттенс», но оно продержалось совсем недолго. «Стив Киттенс» «Музыка» 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 Продолжение следует...